можно конечно выбирать партнера рационально типа надежный не раздражает тоже хочет детей но мне это напоминает тест в интернете какую собаку лучше завести в зависимости от вашего темперамента охотничью или комнатную будете вы с ней гулять три раза в день по 45 минут или пусть писает в слоточек можно но только в том случае если в отношениях вам не нужны эмоции бывает и так я же уверен что основой отношений а тем более брака конечно должна быть любовь невротик всегда ищет кого-то в ком можно разместить свою огромную обиду на жизнь они зависимы не от партнера от возможности обижаться на него потому что если разместить обиду в себе она превратится в депрессию если женщина в браке или отношениях ведет себя как жертва и просто грех не изменить случае чего она конечно всплакнет выскажется в стиле козел загубил мою молодость уйдет к маме для приличия но потом ведь вернется и все продолжится и мужчина это знает здоровая ситуация это полная уверенность что раз изменил жену он больше не увидит по крайней мере на своей кухне и в своей постели выборе партнера ошибаться нельзя потому что жизнь дает не то что вы хотите головой а то что вам в данный момент нужно нравится вам это или нет другой разговор но на тот момент когда это происходит ошибкой она быть не может вы же знаете что вам нужно и зачем да потом вы можете передумать но это потом а здесь и сейчас мы не можем ошибиться по поводу партнера мы можем ошибаться только по поводу себя какие мужчины и женщины вам нравится спрашивая я спрашиваю я и слышу примерно одно и то же про мужественность женственность доброту надежность красивые глаза и красивые длинные ноги и тут же выясняется что реальные партнеры этих людей совершенно не похожи на идеал не потому что что идеала не существует а потому что выбор спутника жизни процесс бессознательный через 5-7 секунд после знакомства вы уже знаете хотите вы этого человека или нет